Раз, раз. Добрый вечер. Слышно? Всем слышно? How do you sure? So, there was a question about death. Был вопрос о смерти. What is death? Что такое смерть? Еще одна идея. Ты не можешь умереть. Почему? Почему? Потому что ты никогда и не рождался. Твоя истинная природа, твоя реальность, суть твоего существования не имеет ни начала, ни конца. Это всегда существует. И поскольку оно никогда не обретало существование, означает, оно никогда не рождалось. Означает, оно не может исчезнуть. А кто же обретает рождение тогда? Как происходит так называемое рождение идеи? Это тогда, когда появляется отождествление себя с вот этим телом. Отождествление с телом и создает идею. Я — это тело. Это же только мысль, правда? Это то, что я думаю. То есть, это только мысль, только концепция, только идея. И это как раз и есть личность. Или индивидуум. Так называемая душа — это всего лишь мысль. Тогда кто же обретает рождение? Есть ли здесь кто-нибудь? Или это только мысль? И тогда возникает «Я — Цезарь». То есть, возникает, рождается эта мысль. И сейчас получается, вот эта якобы личность будет расти. То есть, идея, что «Я — это тело», она вырастает за счет добавления к ней, других, новых идей. То есть, эта идея, «Я — это тело», она первичная. Я — мужчина. Это идея номер два. Я из Венесуэлы. Идея номер три. Я — христианин. Идея номер четыре. Я — юрист. Идея номер пять. Я — хороший, я — плохой, я — правильный, я — неправильный, я — такой, я — сякой, и так далее, и так далее, и так далее. Эта история, она — бесконечна. История идеи. Когда ты говоришь о своей жизни, это никакая не история о твоей жизни, это всего лишь история идеи. И героем этой истории является мысль. И вся последующая история твоей жизни — это тоже всего лишь комок, клубок мыслей, который все зависят от вот этой первичной мысли. Но если ты включишь свет и посмотришь, кто здесь, эта история прекращается, она рушится, исчезает. И вместе с ней исчезает герой этой истории. А кто остается? Никто. Только жизнь, которая происходит без напряжения. Сама по себе. Естественным образом. И также происходит осознавание жизни. Тоже само по себе, также без напряжения. И то, что существует, что она осознавается, что она есть, она есть, она есть, само по себе, без напряжения, без усилий. Поэтому, когда ум замолкает, истина, она прямо здесь. Я, допустим, называю истину как существование без усилий. И когда осознается иллюзорность вот этой вот личности, которая появляется всего лишь за счет отождествления себя с формой, вот это и есть смерть эго, это и есть смерть личности. А люди бывают, что они боятся умереть. Когда вы отправляетесь спать каждую ночь, вы что, боитесь умереть? Потому что каждую ночь вы умираете. Если вам, конечно, достаточно везет, чтобы не видеть сновидений. То есть, если вам достаточно повезло, не иметь сновидений. Не иметь сновидений означает, что у вас была такая удача не иметь проблем, не иметь конфликтов с тем, что вы пережили за текущий день. Потому что если как-то конфликтно, проблемно воспринимается что-то за текущий день, то тогда это как бы не переживается полностью. И именно это потом воплощается в твоих сновидений. И вместо того, чтобы спокойно не быть, ты продолжаешь как-то переваривать что-то непереваренное наяву. Молодец. So, So, everybody dies every night. Получается, каждую ночь все мы умираем. And the bed, I call it the coffin. И я иногда называю кровать, что это как гроб. See? And you make sure that it is nicely, comfortable, so you can have a beautiful death. И ты его очень так аккуратненько подготавливаешь каждую ночь, чтобы умереть комфортно. See? Удобно так побыть мертвым. This is death. Вот это и есть смерть. The absence of the experience of the experience of When the teaching says that the dead, the sage or the awakened one is already dead, How can you say Cesar is there look at him he's just running around fooling around enjoying life he doesn't look that dead to me. Bывает отвечает Ну как же вы можете говорить, что он мертв, он здесь очень даже живой, бегает по кругу, дурачится и выглядит более чем живым. It's because the idea of being a separate entity, the idea of separate self is just not there. That idea is gone. Смерть это когда уходит идея, что ты это некое отдельное существо, что мое я отдельно. The other question was about pain, physical pain. How it is experience after awakening. Exactly as it was before awakening. But without the mental noise around it that makes it more painful. So there will be pain, but there will be no suffering. Why? Because there will be no sufferer. Who is the one that talks about the pain, and say, how awful is this, how, oh my God, this is so unfair, life is so terrible, look at me, oh my God, this is so fair. Тот самый, который и рассказывает этой боли, говорит, как это больно, как это ужасно, и жизнь невыносима, и боль невыносима. So pain is an organic, natural, natural experience. А боль это какое-то очень естественное, просто естественное переживание, одно из многих. Pain is physical. Боль, она физическая. Suffering is mental. А страдание, оно ментально происходит от ума. And the other question is, what is enlightenment offering? Why am I even seeking for this? His life is going to be the same. Why shall I even get enlightened, or make an effort to get enlightened? My life will not change, my illness will not disappear, my job is going to remain there, my wife is going to be there for the rest of my life. Зачем мне тогда напрягаться, прилагать какие-то усилия ради этого пробуждения, если все останется совершенно таким же, и моя жизнь, и моя работа, и даже жена останется такой же. See, because awakening brings a sense of okayness, despite of whatever is happening. Просто пробуждение, оно приносит такое постоянное ощущение, что все хорошо, такую океяность. Это все хорошо, несмотря на происходящее. See? A new element in your life, peace. In your life, what? A new element in your life, unhappiness, покой, счастье, которое на самом деле ты еще никогда не переживал. Your only experience pleasure. Единственное, что ты переживал, все это было удовольствие. And we call that happiness, it's just mental activity. To, что ты раньше называл счастьем, на самом деле это удовольствие. Какая-то ментальная деятельность определенного качества. Я дозрела. I got raped. Yeah. And the question is, any magic formula to become enlightened? There's no formula to become enlightened. А следующий вопрос, а какая же волшебная формула, чтобы получить просветление? Ответ такой, нет формулы. Just be still. Успокойся. No formula. Means just be conscious. Успокойся означает просто осознавай. Of the physical pain, physical pleasure, mental pain, mental... Just be conscious of whatever is happening outside, inside. Осознавай все, что происходит. Будет физическая боль, будет что-то, какие-то штуки от ума. То есть просто спокойное осознавание того, что происходит внутри и снаружи. And that's it. And that's it. And nothing is experienced as separate from yourself. It's a recognition that whatever happens is inseparable from you. It's only that you can not avoid what is happening. There is no choice. That any possible experience is within you. because любое возможное переживание, любой опыт всегда происходит в тебе. And one of the experiences within you, which is a suffering, you realize why you are suffering. И еще одно из возможных переживаний внутри тебя, когда ты понимаешь, почему ты страдаешь. I am suffering because I either want to prolong this experience or get rid of this experience. Я страдаю тогда, когда я хочу продлить некое переживание, растянуть его, или когда я хочу уйти от какого-то переживания. It's called seeking. Вот это есть поиск или стремление. Seeking to make it longer, seeking to stop it. Стремление продлить это или стремление прекратить это. And when it stops, when you realize, okay, it's finished, then your memory tells you we have to have it again and we're going to do whatever it takes to repeat this experience. This is a so-called running after an experience. It's a futile, absurd attempt to repeat something that had already occurred. It's an impossible. it's a good or you wake up in the morning with a great plan which consists in something to do to avoid something that had already occurred. You want to make sure that that never happened again. Или ты просыпаешься по утру с таким великим планом сделать все, чтобы предотвратить какое-то переживание. Сделать все, чтобы так больше никогда не произошло. И получается, поиск или стремление создает вот эти два очень забавных переживания или явления. Это такой восторг, ликование. I'm going to get married. Вот-вот выйду замуж. Еще чуть-чуть. И вот как только выйду, все сразу же будет классно. I'm going to get a job with the government and I'm going to a lot of money and everything will be fantastic now. И вот такое счастье, оно иллюзорно. Потому что одно из этих так называемых счастья, оно заканчивается сразу же после того, как он тебе сказал, да, я согласен. И это в церкви кто-то тебе сказал или в правительстве тебе сказали, да. А другое забавное переживание или явление, это напряжение, это вот такая вот зажатость, когда ты сопротивляешься чему-то, не хочешь чего-то. Почему ты страдаешь? Потому что хочешь, потому что стремишься. Перестань стремиться. И придет конец страданию. Все, что есть, это чистое переживание. Можно сказать? Сказать можно? Похоже, что действительно выбора вообще нет. It really looks like there is no choice. Минуточку, давайте вот сейчас сразу остановимся на выборе. Выбор есть, но нет никого, кто его принимает. Я сейчас украду одну аналогию от одного из моих самых любимых представителей Адвайта. I want to quote. I want to quote, because I don't want to steal somebody's copy right. I don't want to be sued by one of my colleagues. Ну, даже не буду как бы красть, я просто процитирую. Не хочу, чтобы на меня подал суд мой коллега. Представь, ты идешь, прогуливаешься. And you are walking towards a junction. И ты идешь, и там какая-то развилка впереди. Направо или налево. Мне пойти туда или туда. This one sounds more convenient to me than that one. Because I choose this one, this, this and that may happen. But if I choose that one, most surely this, this and that will happen. А если я выберу другое, то произойдет вот такое. Because I believe this is more convenient for me. И когда я считаю, что какой-то выбор более удобен для меня, then I will go to the right. То тогда я пойду соответственно, допустим, направо. But imagine that the one that is walking is a radio. Radio. A radio. Представьте, что идет радио. It's a walking radio. Такое вот ходячее радио. And it's on. What are you talking? Идет и разговаривает само по себе. If you see the same movie, if you see the same scene, but you mute the radio, а если ты будешь смотреть на такую же картинку, но выключишь звук, you will see only an object, то ты будешь только воспринимать объект, который идет вперед, that stops there for a second, and it's just either goes to the right or to the left. И он идет или направо, или налево. See? So the choose maker and the choices and the probabilities and all that is your thoughts. But in reality it makes no difference whatsoever. The whole thing is going to be going to the right. И на самом деле все эти мысли по поводу что выбрать, почему выбрать, они не имеют никакой важности. Так или иначе все равно произойдет выбор направо. So there is a choice, you see? То есть есть выбор в этой жизни. See? A movement туда, сюда, движение, куда-то. But there is no one moving. Но нет никого, кто двигается. And I will add something to that story. Я сейчас еще кое-что добавлю к этой истории. So actions and reactions, movement, наши действия и реакции, то есть движения, can be had a condition by your belief based upon ideas, concepts, which is based upon experiences from the past. Они могут либо быть обусловлены твоими убеждениями, а убеждения обычно отталкиваются от чего-то из прошлого. Or they can be completely and absolutely spontaneous, out of consciousness of this moment, free. либо твои движения могут быть абсолютно спонтанными и происходить всего лишь за счет осознавания данного момента. И такие действия будут свободными. She's choosing to be happy. Вот она выбирает быть счастливой. But she cannot choose to remove the pain in her mouth. What's an operation there? Operation or something. This is what you have to do. Yeah. Okay. But it's not a permanent condition. No, it's not a permanent condition. Is it? Правда? This pain? No. I just somehow I cannot smile in a big way. Because it aches. I just don't feel this part of the body. I don't feel it. Then laugh with the soul. laugh without feeling it. No problem. You can you can you can happily not feel it. You can happily not feel it. Because can you see that the happiness doesn't depend upon the physical condition? Can you see that? Can you see that? That your freedom is not dependent upon any condition. That you're free from what happened. while it's happening. While it's happening. Yeah, so cool. You're so cool. See? So your choices can be either conditioned by memory past or can be your spontaneous like now. I'm talking to you and boom goes here and then goes there. So your choice is you can you can you can you can you can В общем-то, все, что хотела сказать, улетучилось просто. Everything what I wanted to say, just evaporated. Leave, let it go. Let it go, don't put it together, back again. Actually, I didn't want to come up to the stage, because everything has been already told. Neither do I, and here I am. So, what are we talking about? Так о чем мы здесь говорим? Ты не хотела, я не хотела. Куда мы можем деться? I don't want to have these ears and these nose for the evening. С одной стороны, я хотела. Но когда произошло проживание... Слушай, и такой нос, и что я могу поделать? Все равно они на месте. Такие, какие есть. Сегодня произошло вот это вот проживание, и я просто... То есть, что-то внутри опустилось на первый этаж. На работе именно. В тот момент я это заметила. Что вообще у меня в голове происходит? Высвечивание. Сегодня, что-то испытывание произошло. Что произошло? Что-то испытывание. Что-то испытывание. Что-то изменилось от головы до спорта. Я заметил что-то внутри себя. Но остается, как бы, такой страх будущего, что это вернется, и я опять не замечу. And still there is a fear about future, that in the future, that something will come back again. Oh yeah, we'll lose my enlightenment in the future. And next time I will not be able to notice it, to become aware of it. Ну да, да. Мое просветление, вот возьмет и уйдет. Опять. Это не было просветления. Настолько было просто. It was very simple. It was not enlightenment. It was very simple. Call it simple, call it enlightenment. You know, it was like somehow attention was diverted to that, and that disappeared. Exactly. Направилось внимание, и что-то стало так распространяться. What disappeared? А что исчезло? О чем вы? Ушел какой-то вот зажим в теле, страх. Some kind of contraction disappeared. Он у меня много лет был. Something like fear. And I had this fear, this contraction, for many years. Несмотря на много лет духовных практик. And you know, this contraction was torturing me for many years. Never the less I was practicing all these years. Ну, в общении как бы со значимыми людьми. С какими? Ну, со значимыми людьми. Как бы как я себя представляла это. Как бы я представляла, что есть какие-то значимые люди, что что-то такое. Этот страх возникал в случае общения. Да, возникал страх, вот такие плечи поднимались. А, she's talking about the fear which would appear, which would occur only in the presence of some so-called relevant people for her. If she saw that somebody is important, that somebody is special, then she would feel this fear. А я не могла просто даже общаться и сидеть с людьми рядом. А потом это как заразная болезнь стала распространяться на все взаимоотношения с людьми. Понимаете, у вас есть представление о себе. Идея о себе, что вот я такая незначительная. А вот Далай-Лама, вот он значимый. Он важный. Или, допустим, Папа Римский. Или президент. Или Бог. И вот у тебя идея. То есть у тебя появляется какая-то идея, что кто-то выше тебя, что кто-то каким-то образом лучше тебя, а ты ниже, ты хуже. Или же, может быть, наоборот. Ты лучше, а кто-то хуже. Потому что если бы у меня была идея, что я просветленный, «Господи, упаси меня от такой идеи». И я бы вот на тебя посмотрел. Это что, этот вопрос? Что это вообще за вопрос? Такой незначительный. То есть, вот я тут такой важный, такой особенный, у тебя такие вопросы. И реакция у тебя могла быть, ну, или ты так, ну, как бы чувствовала себя униженной, или же... And she would feel her inflated, or you. Или, ну, то есть, когда тебя, как бы, недооценивают, ты чувствуешь унижение, а когда тебя хвалят, ты чувствуешь себя таким важным. Но значимость, что это такое? Это всего лишь некое название определенному ощущению, которое всегда чувствуется в теле, которое отражается в теле. Вот так вот происходит, или вот так вот. Это как-то отражается в теле. Но это не настоящее. Потому что оно происходит за счет какой-то мысли, которая касается твоего мозга. И получается, какой-то мысленный образ превращается в нечто материальное, осязательное, твои ощущения, твою зажатость. Потому что, в принципе, тело — это мысль. Тело — это прошлое. Вот это тело, оно как бы все из прошлых мыслей. И что произошло сейчас, что на секунду, может быть, на минуту, или на день, или, может быть, на неделю, исчезла идея, с которой вы себя неосознанно отождествляли. Может быть, эта идея еще не умерла окончательно. Может быть, она так немножко упала на какое-то время. И появляется в этом страх. А может быть, это опять вернется? Может вернуться. Но вы сможете узнать теперь его прямо в лицо. «А, вот этот страх». То есть, что произойдет? «Вот, есть страх, а не будет уже «я боюсь». Мне страшно». Так уже не произойдет. Вы увидите это. Но вы будете на это смотреть, но не отождествляться с ним. И если вы всего лишь видите это, осознаете это, оно опять исчезнет. И оно уменьшится. Затем опять вернется. Опять исчезнет, опять уменьшится. До тех пор, пока не превратится в пыль. Но вот есть еще одна такая штука, и в этом, конечно, плохая новость. Ну, лучше сначала я расскажу вам хорошую. Хорошая новость в том, что, что бы ни происходило, снаружи или внутри, оно ничего тебе не причиняет. Оно тебя не касается. Оно тебя никак не затрагивает. Оно ничего с тобой не делает. А плохая новость в том, что, ну, прожить это нужно. Нужно это прострадать сознательно. Ну, вот он, этот страх. Опять. Ну, ладно. Ну, побоюсь. И боишься, страшишься. Сколько угодно. Не возникает реакции, хорошо это или плохо. И ощущать этот страх, и означает осознавать, что есть страх. Но твой ум уже не включается, он уже не вовлекается, и не возникают все эти мысли. Это нужно, это не нужно, пусть так происходит или нет. И ты не начинаешь пытаться отвлечься на что-то, там, выпить, допустим, чтобы из-за этого страха начать чувствовать себя лучше. Ты не будешь уже отвлекаться на покупки. Допустим, купить новую сумку или новые туфли, чтобы почувствовать себя лучше. Потому что вот такие действия — это, на самом деле, очень скрытые, тонкие формы подавления. Я научился вот такому, по словечку определенному, от такого рода подавления, переводится что-то типа как такое духовное избегание, духовное, а пройду-ка я мимо. Духовное отрицание. И как бы вот жить в таком отрицании. Но на самом деле, если ты остаешься предельно искренним, предельно честным самим с собою, это, по сути, единственное, что от тебя требуется. И ты только разрешаешь себе чувствовать себя так, как ты себя чувствуешь. Тогда ты избавишься от всего этого или сразу же, или постепенно. Но если ты начнешь что-то делать с вот этим переживанием каким-то, если ты будешь отворачиваться от него, или пытаться подавлять как-то, или начать думать, как бы избежать от него, то это переживание, оно тоже уйдет, оно тоже покинет тебя, но оно не уменьшится. Оно каким-то образом скроется, и затем вернется, и оно ударит тебя еще сильнее. Уходи оттуда. Здесь ничего не происходит. Здесь вообще не смешно. Вся вечеринка у нас здесь. Получилось, что я как бы психологическую какую-то защищенность поменяла, духовную защищенность. А, ну что-то там произошло. Она сказала, что она делала какое-то спиритическое. И теперь она говорит, что в один момент в моей жизни я просто изменила психологическую защищенность для какой-то спиритическую защищенность. О, да, это спиритическое. Видите, я делала спиритическое. Вы видите, делать не делать. То есть, ну я сейчас перевела еще раз, что вы практиковали, что вы занимались какими-то практиками, но вы сейчас сами убедились, что вот эти вот занятия, делание чего-то, оно не работает. Потому что, когда вы занимаетесь чем-то духовным, действительно создаются какие-то духовные вибрации, духовные вибрации порождают духовные иллюзии. И эти иллюзии, они порождают такие иллюзорные духовные ощущения. А это все точно так же от ума. Оно все равно происходит в уме, и вот это вот духовное витание, оно никогда не имеет ничего общего с непосредственным переживанием, с непосредственным восприятием действительности. Спасибо. Спасибо. Я вспоминаю сейчас об одном своем друге. Он был психологом, но, если честно, он не применял эти практики в жизни, потому что он осознал, что вся эта психология, она бесполезна. Психология не может помочь, потому что обычно она только укрепляет идею, представление, что есть некто, кому нужно помочь. А здесь никого нет, то есть здесь некому помогать. И вот этот вот мой друг, он тоже использовал подобный подход. И вот этот вот друг, он занимался чем-то типа в семейной консультации, и однажды одна пара попросила меня выступить в качестве переводчика. Даже если у тебя есть какое-то определенное душевное состояние, какое-то психологическое какое-то состояние, даже это не представляет из себя проблему. То есть даже если вот это вот ментально что-то не в порядке, действительно, если ты способен просто осознавать вот это вот, ну как бы необычное функционирование, осознавая это, ты не делаешь из этого проблему. То есть даже психические расстройства в принципе не проблема. Я думаю, если бы со мной провел время долгое какой-то психиатр или психолог, он бы мне поставил такой диагноз, что-то типа такое биполярное расстройство. Потому что он бы вечно видел, как я очень быстро меняюсь, что у меня никакого выражения на лице, вдруг я резко смеюсь из никакого состояния какой-то резкой огромной радости. И вот этот доктор говорит этой паре, ребята, вы пообщайтесь, я поговорю, я посмотрю, что у вас происходит. Ну вот один из них говорит, ну вот я думаю, я считаю, что ты и то, и это. И доктор останавливает одного и говорит, допустим, ну другое, а теперь ты. И она говорит, ну вот я считаю, я думаю, мне кажется, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, обои, как это, оба из них, эти двое, они обменивались галлюцинациями. А вдруг доктор их останавливает и спрашивает, что ты чувствуешь? Ну я думаю, что, то есть, сразу обращаешься к мысли, ты обращаешься к мысли, и ты обращаешь внимание на свои мысли и убегаешь от того, что ты действительно переживаешь. И он говорит, ребята, вы просто не замечаете друг друга. У вас взаимоотношения происходят между двумя идеями. Если вообще это можно назвать взаимоотношения. И вдруг он задал им такой очень интересный вопрос. А что создает действительность? И они так... Даже я, переводя, я задумался, действительно, что создает действительность? А этот доктор, он сидел возле какого-то столика или за столиком. И вдруг, ни с того ни с сего, он ударит по этому столу. И все отпрыгнули просто... Он говорит, действия, действия создают действительность. Вот это действительность. А все, что ты думаешь о ней, это иллюзия. Наложение твоих мыслей на происходящее. И тогда все, что ты чувствуешь, ощущаешь из-за этой действительности, это уже не создается действительностью. Это создается твоими мыслями по поводу действительности. Почему я об этом говорю? Потому что я совершенно забыл вопрос. Мне кажется, Цезарь, ты уже начал отвечать на мой вопрос. Я прошу прощения. Я не знаю, как мне выразиться, но я постараюсь. Ты нам много говорил, может, я не все поняла, извини. У нас посещают мысли, какие-то идеи. И если мы продаем им значение, то мы как бы их удерживаем, но это касается негативных всяких мыслей, всяких идей. А у меня вопрос в другом. наделяя их значением, ты делаешь их реальными. Сначала ты думаешь, это действительно так, это реально. А затем ты думаешь, и я такой. Ты рис ангри, а я бенгер. Есть злость, я злюсь. Вот. А можно вот использовать это вот свойство, или, не знаю, ну, как бы вот, используя наши возможности, ум использовать таким образом, чтобы как бы нам это во благо в себе это употребить. То есть, ну, что я имею в виду? Например, специально придать какую-то идею, какое-то значение, чтобы она на нас работала. То есть, таким образом, можно исцелять тело. То есть, есть такие методики по исцелению тела, заболеваний. Или, например, вот я, например, ну, такой пример. Я хочу, там, перемашу. Хорошо. Понимаешь, ум — это болезнь, это заболевание, поэтому ум, мысли, они не могут превратиться в лекарство. нет, я имею в виду, что используя ум как инструмент, воздействует на наше подсознание, ну, как, например, методика Норбекова, я так ее понимаю. — Я так ее понимаю. — Я имею в виду, to have an effect on our subconsciousness. — Нет. — Нет. — Или, например, вот, я, например, хочу... — Сейчас я это говорю. — Нет. — Или, например, вот я хочу утром вставать и делать зарядку. Вот. Хочу вставать, делать зарядку. Вот могу я вот идее придать вот, ну, какую-то, не знаю, там, стимулы или какую-то там эмоцию, чтобы она мне помогала это делать. — Нет. — То есть, как бы наработка положительных программ. Могу я вот это использовать? То есть, получается, в одну сторону... — А то так получается, что мы, как бы, все время в одну сторону идем, а вот в другую у нас не получается пойти. Просто многие идеи, вот, мне кажется, вот на этом основаны и как бы... я расскажу вам сейчас, как это работает. — У меня есть определенное заболевание, и сейчас, как бы, оно потихонечку, потихонечку излечивается. Мое физическое состояние все лучше, лучше и лучше. — Только не надо сейчас волноваться, со мной все в порядке. Каждый раз я привожу этот пример, после встречи сразу же появляется целый мешок с лекарствами. — И подходят, предлагают всякие терапии, массажи и так далее, и так далее. У меня все в порядке. У меня уже все определено, все сложилось, доктор есть, там терапевт есть, учитель йоги есть. Всем спасибо. — Допустим, можно использовать йогу. Почему нет? — Но ты не начинаешь положительно думать о своем состоянии. — Ты его осознаешь. — Ты можешь, как бы, так, ну, что ли, войти в это состояние. — То есть, когда ты четко, полностью осознаешь какое-то состояние, из этого осознавания и произойдет что-то само по себе. — Сам факт осознания, что имеет место какое-то состояние и привлекает необходимые энергии, необходимые решения. И деньги, знания, там, подход, все. — И из такого осознавания появляется некая разумная мысль. Но эта разумная мысль, она пересекает поле твоего сознания и совершается какое-то действие. Но при этом ты не выдумываешь, что тебе делать. Просто знание спонтанно из-за сознания выражается. И оно выразится в виде мысли. То есть, что-то изнутри подскажет тебе, задержи дыхание. Немножко тело вперед. А может быть, даже мыслей не будет, просто это движение вперед произойдет. Потому что вот это нечто разумное, оно не нуждается в знаниях, чтобы что-то совершать. Это на самом деле сейчас получается, что нечто разумное, интеллигентное потерялось совершенно в знаниях. И первым знанием, в котором потерялась эта разумность, было знание, что я — это тело. Из этого знания «я — это тело» возникли остальные знания. Но изначально этот разумный принцип потерялся в этом знании, что я — это тело. И вот это создало некую такую психическую сущность, и из-за появления этой сущности и появляются психосоматические проблемы. Даже если ты излечишь тело, это не делает тебя счастливым. Это только улучшит твое физическое состояние. Но все твои действия, они, твои поступки, они сами по себе ничего тебе не приносят. Они вот такие действия насчет физического состояния, они ничего не несут в себе. Единственное, что они тебя поддерживают. Допустим, без сомнения, это очень комфортно и прекрасно поехать из Москвы в Санкт-Петербург на Ягуаре. Очень будет такая комфортная поездка, чем поехать на какой-то старой развалюхе, на которой придется каждые полчаса останавливаться и что-то там чинить. То есть это аналогия о том же, что ты можешь применять разные способы, чтобы лечить свое тело. И какой-то из способов будет такой, что, допустим, каждые полчаса принимать какую-то таблетку, чтобы поддерживать свое тело. Ну и чтобы подвести итог, можно улучшать здоровье, можно улучшать благосостояние, можно улучшать навыки и умения, но себя нельзя улучшать, потому что нет никакого себя, которого можно улучшить. Это все только некое мысленное существо. И если тебя, пока тебя интересует твоя истинная природа, то ты должен понимать, что истинная природа, она никак не затрагивается ни здоровьем, ни благополучием, ничем. Ни знаниями, ни умениями, ни навыками. Потому что обычно присутствует отождествление со своим настоящим состоянием, особенно если это состояние неприятное. И вот такое отождествление создает негативное эго, такой негативный образ самого себя. Но если ты, допустим, излезешь себя с помощью йоги, то у тебя может создаться эго другого рода, такое вот йогическое эго. И появится вообще безобразная идентичность, что вот я вот такой вот классный йога, у меня все получается. И то есть возникнет горденья. И такой я гибкий. Могу нагнуться и коснуться пятой точки. Ну и что из-за этого? То, что ты можешь там быть таким гибким и касаться и загибаться и касаться чего хочешь, не делает тебя лучше или хуже. Я вот могу поцеловать свою руку. Ну и что из этого? Понимаете, о чем я? У нас все зависит, все отталкивается от какого-то отождествления. Будет это отождествление с физическим состоянием или с ментальным состоянием. то есть если я правильно поняла, то есть можно этим пользоваться, но другое дело, что это не дает просветление. То есть это не путь к просветлению. Да, это не дает присветление, это не дает покоя, то есть это ничего тебе не дает. Не, ну просто это вот мне интересно, это работает или нет. То есть я, например, хочу делать зарядку. Если я, например, ну, какую-то идею придам, ну, я не знаю, какой-то эмоциональный заряд, то смогу я это делать? Смотрите, вы делаете зарядку, осознавайте то, что вы делаете, как вы двигаетесь, все свое внимание пусть будет на действиях, на настоящем моменте. И не надо пытаться привносить радость или любовь, или покой. Только осознавай происходящее, полностью включенный в происходящее. Со всей страстью делай то, что делаешь. И любовь, и любовь, и радость сами по себе покажутся. Допустим, просто прогуливаешься, полностью осознаваясь и только об этом и думаешь. Я гуляю. То есть все осознавание вот на этой прогулке. И ты вдруг обнаружишь, что ни с того, ни с сего, ты смеешься, как дурак, без причины. Или, допустим, ты занимаешься йогой, потому что очень многие йоги, они, они, когда делают упражнения, они напрягаются, потому что они стараются. А когда ты делаешь йогу и не стараешься, ты просто делаешь йогу. Если ты просто делаешь йогу без стараний, без попытки, без серьезного отношения, ты просто в какой-то момент словишь себя на улыбке. Поймаешь себя на том, что ты смеешься, как идиот посреди какой-то асаны. Ничего, ничто не может тебе доставить любовь, счастье, покой, потому что ты и есть покой, потому что любовь и радость и счастье, они являются самым первейшим выражением твоей сути. И вот эти первичные выражения именно ты и привносишь естественным образом в то, чем ты занимаешься. Это не так, что к тебе приходит радость и любовь. Ты это привносишь с собой. У меня проблема в чем? Что я хочу делать йогу, а у меня не получается. В том плане, что какие-то мысли, что лучше полежать, а потом как бы и то, и сё. Мои проблема это, что я бы хотел делать йогу, но что-то приводит меня. Например, я хочу ложиться и ложиться. Я хочу ложиться. Она ваша. Позаботьтесь о ней. Почему нет? Почему нет? Можно заниматься йогой. Я сам ей занимаюсь. И, допустим, у меня очень строгая диета сейчас. Я ем только сырые овощи, сырые фрукты и черный хлеб. Посмотрите, мне 52, как выгляжу. Замечательно. Цезарь, what is the secret? А вы меня спросите, Цезарь, в чем твой секрет? Фрукты, овощи, никаких проблем. Ну, тебе это, наверное, нравится. Нравится ему вот это. Что это? Что он вот это ест, вот, ну, как бы, не знаю, устраивает. You must like this kind of food. Not at all. Не так, чтобы нравится. Ну, тогда, получается, он себя, ну, как, немножко населует, да? So then, do you force yourself? No, 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 I like it very much. Joking. я шучу, шучу. Нравится мне сырые овощи и фрукты. Actually, honestly, something out of awareness. I'll tell you, this is a secret, there's no secret. Ну, я сейчас вам расскажу секрет. Секрет в том, что нет никакого секрета. See, at some point, see, if you look, if you look to my website and you go to, and you check my schedule, stop it. If you look at my schedule on the website, and you see the itinerary, посмотрите, какие там перемещения происходят, that is insane. You will say, you will say, господи, вот это сумасшествие. It is insane. It is insane. If you add to that itinerary five years more, if you add to that on five years, it becomes completely ridiculous. It becomes completely ridiculous. Okay? Twelve countries five years five years nonstop without stopping. So, satzang happens from Wednesday to Sunday. И сейчас satzang происходит со среды по воскресенье. Практически все 52 недели в году. И сумасшествие в том, что обычно каждый понедельник я путешествую из одного города в другой, или из одной стороны в другой, если, конечно, изредка я, бывает, провожу по две недели в каком-то городе. И обычно никогда не знаю, куда же я направляюсь в этот раз. Обычно я не знаю, какие там будут условия, где я становлюсь, что там будет, кто там будет. И вот прошло пять лет, и тело немножко начало, то есть физическое состояние очень сильно ухудшилось. И в какой-то момент даже было очень близко, оно было на грани, мое тело было на грани. И тогда возник вопрос, а что же теперь делать? Потому что я прекрасно осознаю, что вот это все, оно не прекратится, на самом деле, оно только, оно станет еще более интенсивным, я буду, ну, будет еще больше занятости. Нет проблем. Понимаете, я как бы в машине, и я готова отправляться и ездить куда угодно, но машина не готова. То есть в какой-то момент я четко осознал вот такую вот ситуацию. Вот так происходит. И у меня очень скептическое отношение к разным докторам, терапевтам, лекарям, даже учителям йоги, потому что в наше время на всей земле как бы не доктора, а какие-то сумасшедшие слегка люди. Потому что сейчас все все знают, у всех своя практика, свое исцеление, свой подход. Но то, что осознает, оно очень разумное. Оно знает, что же выбрать. И поверьте, из ниоткуда какая-то какая-то возникла хиропрактика. хиропрактика, хиропрактика. Возникла какая-то прекрасная хиропрактика. Правильно? Хиропрактика. И я сказал, come, I will stretch you up. Come on. Somebody told you. The doctor, the doctor appeared. I don't know, somebody says, I appeared myself one day, somebody picked me up, and then I found myself in a doctor in a hospital in Ukraine. То есть, однажды это произошло, кто-то сказал мне пойдем к доктору, кто-то взял меня за руку и повел, это было в Украине. Человек сказал, так, забудь обо всем, отложи свои деньги, сейчас я тебя растяну. А затем появился еще один доктор, который отвечает за питание, не знаю, как он там называется, и он сказал, нет, вот питание должно быть совершенно другим и предписал мне определенную диету. Больше никаких тортов Наполеона. Может быть, один раз в неделю, максимум два. Большой кусочек в понедельник и чуть-чуть поменьше еще раз. и также появился экстраординарный выдающийся учитель йоги. Я сам вдруг раз и обнаружил, что я общаюсь с этим парнем по скайпу. Он мне говорит, ну, подожди пятнадцать минут, я тебе перезвоню и дам тебе программу. из осознавания возникает выбор. Приходит выбор, но не тогда, когда ты напрягаешься, чтобы его сделать. Потому что если есть это напряжение, попытка сделать выбор, то выбор будет сделан из прошлого. Настоящий отклик на происходящее возникает из осознания того, что происходит. Просто за счет осознавания. Есть такая книжка, называется секрет. Это работает. Но это не делает тебя счастливым. Оно просто наделяет тебя переживаниями, опытами. Это и фильм-секрет такой еще, да? Сначала это была книжка-секрет, потом сделали фильм. Сейчас это бизнес. Такой фэн-шуй бизнес. Видите? И, да. И тогда, окей, ты можешь иметь 4 миллионов дом, два парня, семь машин, и 22 дожди, но это не будет сделать тебя счастливым. Работает этот секрет. У тебя появится огромный дом, целых два парня, куча собак, куча машин. Но сделает ли это тебя счастливым? Ты получишь это испытание that will last for some time and eventually you will make a way and then you will go back into a state of dissatisfaction. И у тебя появятся какие-то переживания, какие-то опыты, ты начнешь все это испытывать, какое-то время будешь испытывать, но это уйдет. И ты опять почувствуешь неудовлетворенность. Знаете, очень большая часть вот этих вот людей, которые положительно мыслят, они умирают от рака. Потому что они живут в отречении, они отрицают жизнь. Ну, бывает, конечно, рак генетически возникает как-то. Понимаете, о чем я? Ну, сейчас вот я скажу, как я поняла. Ну, вот, правильно я поняла, что я, например, хочу делать йогу, но это вот у меня такая идея. Может быть, если у меня вот не получается это, ну, мне просто лучше остаться в своем состоянии, может быть, лучше не делать тогда йогу. Правильно? I just will tell you, like, if I got you right, so I want to do yoga, but somehow it doesn't happen. So it means that I have an idea to make to do yoga, and if it doesn't happen, so I shouldn't do it. No. It's top, it's top. 102, 102 messages. Guys, I cannot answer all your questions. Ребята, не могу отвечать на все ваши послания, все ваши сообщения. Там их, что ли, 102? И перестаньте обращать внимание на эти знаки. It's raining. Yes, that is a sign. I shouldn't get out of my house today. See? It's raining. I'm conscious that it's raining. See, let me look for my umbrella and my shoes and my coat, so I can get out and do whatever I have to do. достану-ка я зонтик и хорошие ботинки, пальто или что-то там и пойду на улицу и займусь тем, чем нужно заняться. Ну, это вот у меня немножко такое гравоображение, галлюцинация, ну, чтобы у вас появилось представление, как это. Или идет дождь. Или так идет дождь. А сниму-ка я штаны, возьму детей в охапку и попрыгаю по лужам. There are yoga teachers here. Whoever wants to take her, it's all yours. A great yoga teacher here. I can recommend you one right now. That one seated there. If you don't mind. I'm sorry about the advertisement, I didn't mean it. Can I get commission for that? I'm joking. Вы обратите внимание, если хотите заниматься йогой, здесь есть хорошие представители. So, stop looking, oh, this means this. Just be conscious. Really, honestly, it works. То есть, не нужно обращать внимание, ну, вот, наверное, это такой знак, наверное, не стоит. Can you say again, last thing? Just be conscious. Не нужно думать, просто осознавайте. And something intelligence will take care of. And if you are conscious of something, and something comes out of consciousness, believe me, the knowledge comes, the energy comes, the enthusiasm comes, the money, if it is necessary, comes, everything comes in the package. You can't go wrong. И из такого осознавания, если оно присутствует, что-то возникает. Возникает все необходимое. То есть, если нужно, возникают деньги, энергия, время, способ, все. By the way, I have a friend on a Skype. I didn't know what was the meaning of the name in Russian. I didn't know it was a Russian name Ledo Kol. У меня есть такой друг или знакомый в Skype, и у него такой ник интересный, это русский ник, я не знал, что это значит, а ник такой Ledo Kol. Which is a name for this boat that goes in the ocean when there is ice and breaks through the ice and nothing stops and it goes Ledo Kol это вот мы все знаем такой корабль, который там может прокалывать лед и его ничто не может остановить. то есть ты превращаешься в нечто наподобие ледокола. Вперед, раз и пошел туда. And even if you stop in the middle of the ice, даже если ты как-то остановился в этом льду, ну, остановился. даже если ты застрял на каком-то таком очень твердом месте, ты можешь использовать это просто как передышку. В какой-то момент ты все равно пробьешь и пойдешь дальше. Но не потому, что хочу, а просто так происходит. Вот в этом для меня секрет. What is so interested about this secret? Hi, I know, I know how it's going to be. А что вообще интересного в этом секрете, если ты знаешь, как будет? Это же скучно. Заранее знаешь, что у тебя будет, каким оно будет. But if you have no secret, you never know how it's going to be. And you're going to be surprised. What life brings to you. То есть ты сам будешь удивляться сколько всего разного неожиданного приносит тебе жизнь. Цезарь, я все поняла. Спасибо тебе огромное. Цезарь, I understood everything. Thank you so much. 食 saying to you. okay, next time. Привет, меня зовут Андрей, и я хотел задать вопрос, на самом деле, прикольно так, я хотел задать вопрос, и в принципе, то, что я хотел задать, коснулись, это как раз про выбор. Про что? Про выбор, выбор. Правильно я понял, что то, что Цезарь сказал, выбор есть, это является подтверждением тому, что жизнь не фатальна, не предопределена, то есть от моего выбора зависит та реальность, которая со мной происходит в дальнейшем. Я понял, что правильно, Цезарь, что есть выборы, но это не означает, что жизнь предопределена, это означает, что от моего выбора зависит, какой вид реальность будет происходить. Или же этот выбор, он на уровне только вот, опять-таки, ментальной игры, то есть, ну, какая-то, то есть, ну, я больше только думаю об этом, а все уже, ну, выбор как бы сделан и так, по сути. Или это the choice, all this, everything about choice is just happening inside my head. It's just my thoughts in my head and the choice which is supposed to come will happen in any way. Or still I can choose and if I choose this another reality will happen. If I choose something different then different reality will happen. Or all this is just imagination. It's just thoughts in my head. You can. You can play choice Можно играться в выбор. Но это же скучно. И это утомляет. Потому что требуется огромное напряжение на это. А ты просто спокойно находись в настоящем моменте. Чтобы у тебя появилась возможность заметить, что все и так происходит. Вы можете видеть это? Что я вижу? Это тело уже происходит. Посмотри, тело уже есть. Сердце уже бьется. Волосы уже растут. У кого-то не растут. Вы можете видеть, что жизнь уже происходит? Посмотри, жизнь уже происходит. И так. Нет никакого меня, кто бы ее совершал. Посмотри, ведь это я, мне, меня — это тоже часть того, что происходит. Твои мысли точно так же происходят, как и все. Ты не можешь выбрать, о чем подумать, что подумать. Все, что ты можешь, только осознать, увидеть свои мысли. И если ты сможешь осознать свои мысли, ты увидишь, что ты пытаешься выбрать. А пытаешься выбрать, ты отталкиваешься от чего-то из прошлого. И если ты выбираешь, отталкиваясь из прошлого, то опыт повторится. То есть это будет воспроизведение чего-то, что уже было. Но это же скучно. Это и есть карма. Повторяющиеся истории. Ты делаешь одно и то же, одно и то же. Повторяешься, повторяешься. Но когда ты это замечаешь, когда ты это осознаешь, карма прекращается. И ты входишь в мир о карме. Это тогда, когда действие происходит спонтанно. Оно не оставляет следа, оно не оставляет отпечатка. Из этого действия не рождается никакой идеи, никакого представления, никакой абстракции. И поэтому это действие и не может повториться. Неожиданный ответ. Я тоже. Для меня этот ответ тоже неожиданный. Я в таком же удивлении, как и ты. Я не думаю, я не выдумываю, что бы мне сказать. Это не так, что я подумал и говорю. Я вообще не знаю, о чем я говорю. Я узнаю это тогда, когда оно уже вышло. Правильно я понял. То есть от моего выбора все-таки зависит то, что будет происходить со мной в дальнейшем. И если я буду поступать по-старому, то, соответственно, и получать я буду по-старому. So, did I understand you're right, that it depends on my choice, what will happen to me? Да не от тебя зависит выбор, выбор зависит от воспоминаний. Вообще нет никакого меня, с кем что-то может происходить. Меня, я, это и есть отождествление с происходящим, или с тем, что не происходит. И если ты это замечаешь, если ты осознал это, то оно снова не происходит. И тогда тебя невозможно предсказать. Ты становишься непредсказуемым. Ты даже сам не знаешь, какое движение будет следующим. А что лучшее? Жизнь, которую ты можешь предсказать наперед, или жизнь, когда ты ничего не знаешь, когда следующее, нечто следующее будет как приключение? Когда двое людей вместе, и отсутствует ум, жизнь превращается в приключение. Когда двое людей вместе, у них отсутствует ум, отсутствует идея, мысли, представления. Они в таком туре в никуда. Безумные люди. Безумные люди. Непредсказуемые люди. Креативные люди. Творческие люди. Прекрасные люди. Все это сводится к тому, чтобы осознавать. Ты осознавай то, что ты называешь собою. И отождествление с этим, якобы собою, исчезнет. Все остальное будет производным. Будет производной. Спасибо. Спасибо. Я каждый день говорю на эту тему. Но очень редко я это делаю одинаково. Я вот сам это обнаружил. Сам заметил. Что говорю об одном и том же. Каждый Божий день. Каждый Божий день. Со всеми. Но каким-то образом оно каждый раз разное. И ты для меня как вызов. Ты мое то, что есть. И как я теперь, что я буду делать с тем, что есть. А я только осознаю то, что есть. И что-то вот как бы воспринимается оттуда. И происходит осознавание этого. И происходит ответ. Приходит знание. Видишь? И при этом я не осознаю и не замечаю никаких сознательных усилий. И я полностью расслаблен. Все, что я осознаю, это как что-то вот... Ну, как бы я слышу что-то отсюда. И потом слышу, как что-то отсюда исходит. И все. Не знаю, как это работает. Но я знаю, что оно работает. Я не могу даже сказать, что я вот это делаю. Или я так делаю. Я только могу сказать, вот так происходит. И я осознаю, что вот этот разговор происходит. Я осознаю, что происходит от вопроса. Потом я осознаю, что происходит от ответа. Я ничего не знаю. Я просто осознаю, как появляется какое-то знание. Я совершенно ничего. Это мой секрет. Это мой секрет. Это мой секрет. это мой секрет. спасибо я совершенно ничего не знаю и в этом мой секрет спасибо спасибо little question little did it happen with you radically or step by step radically сразу I mean one just no it's a good question are you was like moving towards moving towards see I thought I was moving towards but this movement was mental and at some point this movement is stopped my mind is stopped this is a radical thing this is a radical thing this is a radical thing awakening doesn't happen in time it's like this my mind is stopped nothing absolutely nothing absolutely nothing for quite some time I couldn't move my mind I couldn't move my mind and then I couldn't move my body and then I couldn't move my body but the perceiver but the perceiver simply disappeared simply disappeared what I call myself disappeared what I call myself disappeared but not myself but not myself what I call myself was absent but myself was present and in that moment and in that moment whatever I was conscious of whatever I was conscious of was not perceived as separate from actually that's nonsense because in that moment you don't know anything the moment of realization is truth the knowing the knowing the knowing and the act of knowing the Trinity disappears and the act of knowing the Trinity disappears Нету никакого знания, нету познавания, есть только существование, как нечто тотальное. Я называю это случайность, происшествие. Ну, чтобы избавиться от этих всяких духовных красивых названий. Но ум вернулся, и вся эта чушь, ерунда вернулась вместе с ним. И страдание. Ну, потому что так случается, это все возвращается. И вот время требуется как раз на это. Чтобы исчезла вот эта оставшаяся психологическая обусловленность. И потребовалось очень-таки длительное время. Шесть, семь, может быть, восемь лет. Наблюдение, замечание вот этой чуши. И вот этой ерунды, которая происходит здесь. И когда ты замечаешь себя каждый раз, что еще чуть-чуть, и ты сделаешь действие из вот этой вот нелепости в голове. Но как только ты осознаешь, как только ты видишь, что ты вот-вот сделаешь действие из этого, ты останавливаешься. И получается, действие из прошлых впечатлений, оно уже не происходит. Но все равно происходит какое-то действие, уже спонтанное, уже свежее. Только из-за сознания. Но бывало, что очень быстро все происходило, что-то там, отождествление, и все-таки действия были из-за отождествления. Но даже если ты потом осознал, что какое-то действие было сделано из прошлого, даже это помогает, даже это как бы, ну, даже это имеет пользу. И это был очень даже болезненный процесс, очень тяжелый процесс в моем случае, потому что, ну, за счет моего прошлого, если бы я сейчас рассказал вам свое прошлое, вы бы в меня просто перестали верить. Это тогда, когда все эти монстры из прошлого просыпаются. Но когда ты понимаешь, что эти монстры ничего из себя не представляют, это иллюзия, они просто используют некую силу, чтобы перевоплотиться опять, чтобы опять проявиться. То есть, вот эти вот монстры, они какое-то время еще проявляются. Но само пробуждение, ты пробуждаешься мгновенно. Но это не требуется время, точно так же, как не требуется время на то, чтобы обратно заснуть. Скорее всего, потом происходит пробуждение, вне времени, потом раз, и в неведение как бы впадаешь, и чаще всего происходят опять вот какие-то разные ловушки, отождествление с тем, отождествление с тем, чаще всего происходит отождествление с просветленностью. А бывает, с пробуждением приходят какие-то сверхспособности, там, предвидеть, или что-то такое совершать. Это тоже может превратиться в препятствие, потому что ты начинаешь себя с этим отождествлять, и опять. То есть нельзя избежать моментально страданий, только за счет пробуждения. Надо пережить, надо пройти через страдания. Но если ты достаточно один раз осознать, что твоя истинная природа, она ничем не затрагивается, ее ничто не касается, ей ничто ничего не причиняет, и тогда ты сможешь переживать что угодно, ты сможешь через огонь проходить, и это ничего не будет тебе делать. Я говорил с одной из этих красивых, новых учителей, и она сказала, что ты был немного дольше в этот паспорт, после обогревания, и я понял, что Jesus, это как баптизм в огонь. Это обогревание, это как баптизм в огонь, не в воде, в огонь. Я понял. И я общался однажды с одним из этих новых, замечательных учителей, и каким-то образом, он мне говорит, Цезарь, вот ты немножко больше уже вот с пониманием живешь, и он делится, что я понял, что пробуждение, это как, как это называется на русском, крещение, но огнем, не водой, а огнем. вот даже эта история о Иисусе, который провел сорок дней в пустыне, повезло ему всего лишь сорок, то есть вот эти страсти Христовы, вот это он переживал сорок дней искушения отождествиться со всеми этими монстрами, идеями, представлениями из прошлого, темная ночь Будды, эти кошмары перед просветлением, и от этого нельзя уйти, нельзя это как-то обойти, это карма, это самсара, но ты, это нирвана, и ты можешь находиться в нирване, переживая самсару, будешь переживать и смеяться над кармой, будешь видеть все эти идеи, понимать, что эти идеи создают, и смеяться над всем этим вместе. 10 минут у вас 10 минут, чтобы исчезнуть. I want to disappear very much. Just realize that you are not there. I can't realize it. It's the biggest problem, I cannot realize it, I cannot understand it, I am not there. I want to ask about awareness, maybe there is awareness of different qualities or of different stages or levels, because I know sometimes I am aware of my thoughts, and I can see that these thoughts, they are not mine, but still they don't disappear out of being conscious that there are thoughts and they are mine. They are not mine. I have a small story. Недавно произошел такой момент, когда я понимала, что вот, мне казалось, что я себя потеряла, что я не знаю, кто я, где я, потому что я осознавала вот этот вот весь бред, что я вся нашпигована этими мыслями с тренингов, с книжек, я просто понимала, что я схожу с ума, и у меня был вопрос, кто я вообще, где я, откуда я, Вот это такой вот вопрос, да? Но вот это осознавание, что это не мои мысли, не освободило меня от этих мыслей. Соответственно, как нужно так осознавать, чтобы оно произошло, это освобождение? And recently something happened to me that I became aware of all this mess in my head of so much ideas, so much notions, so much thoughts after knowledge, after practices, after trainings. And I got a question, who am I then? All these thoughts, all these ideas are not me. But I felt very frustrated because after this realization that all my thoughts are not me, nothing happened. I didn't become free from my thoughts. Oh, wait, 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 wait a second. Okay, then we have a confusion and a misunderstanding of the terminology used by the teachers or whatever you like to call them. You already got the answer. This is not me. Then who am I? The one that says, this is not me. Как раз тот, кто говорит, это не я. Тот, кто осознал, увидел эти идеи. The one that is conscious of ideas is not an idea. А тот, кто увидел идеи, это не идея. Okay? То, что осознает мысль, это не мысль. Тот, кто осознает мысли, сам не является мыслью. Оно существует. Оно осознает. Это осознающее существование. Okay? Now, to be free from thoughts и быть свободным от мыслей я хочу расстождествиться. Я прям, ну как бы, не знаю. I don't want to have identification with my thoughts. I want to get rid of it. And I don't understand that there is identification with my thoughts. But I cannot. Это не так, что нужно избавляться от мыслей и устранять отождествления. Ты осознаешь мысли. Когда ты их увидела, ты пытаешься от них избавиться. Вот здесь это ловушка. Осознавай мысли до тех пор, пока они не исчезнут. You don't have to do anything. It comes by itself, stays by itself and goes by itself. Тебе ничего не нужно делать. Они сами пришли, и сами побудут, и сами уйдут. Мне кажется, если я 40 лет в себя впитывала, да, то сколько мне понадобится лет, чтобы от них избавиться? But I have been absorbing all those thoughts for 40 years. Then I can imagine how many years will take me to get rid of all those ideas and thoughts. You haven't been observing. Ты их не впитывала. You have been trying to do something about what you observe. Sorry? You have been trying to get rid of what you observe. You have been observing your mind and trying to get rid of your mind. Ты наблюдала то, что впитывалось и пыталась от этого избавиться. Ты пыталась избавиться от тех мыслей, которые ты замечала в себе. And that is strengthens the mind. Но это всего лишь усиливает ум. So, when the mind is there, когда ум есть, you can either simply be conscious of it, stop trying to do anything about it, they will disappear by itself. Ты можешь или осознать это, увидеть эти мысли, и тогда они сами по себе уйдут. Или же ум происходит, мысли случаются, пусть случаются. Ты осознаешь этот ум, мысли. Но когда появились мысли, в этот же момент попробуй увидеть того, кто видит мысли, кто осознает ум. И тогда даже если ум не остановится, он не будет тебя беспокоить. Сделай это сейчас. Посмотри, кто осознает. Осознавай того, кто осознает. И потом расскажешь мне, как это, что получается. Ну, это то, что называется диссоциация, мне кажется, это тоже очередная, ну, как флинт ушами, ну, как трюк такой некий. Я не понимаю. Нет, ты сейчас опять в дискуссию в обсуждение этого. Ты перестала пытаться увидеть, и опять сдалась в какие-то мысли, рассуждения. Смотри, это привычка. Это такая склонность. Если я тебе говорю, посмотри, кто осознает. Есть привычка. Ну, да, но ты знаешь, а все-таки есть вот так происходит еще, и это происходит. Я опять говорю, опять. Посмотри на того, кто смотрит. Осознавай того, кто осознает. Ничего больше. Это как раз перестать делать то, что ты делала. Но тот, кто осознает, он, конечно, спокойно, как удав вообще. Ты и есть эта спокойность. Посмотри еще раз на это и смотри, если у него проблемы с тем, что происходит в мире. У этого спокойного, посмотри, есть ли у него проблемы с тем, что происходит в мире. Беспокоит ли его происходящее. Ты и есть эта. Оставайся этим. Но видишь, сразу же возвращается отождествление себя с чем-то еще. Это ум возвращается так быстро, что ты в следующий момент уже видишь, как ты высказываешь эту мысль, и ты даже не успела заметить, как она пришла. Но если ты замечаешь мысль, если ты осознаешь мысль, одновременно осознавая того, кто ее осознает, тогда эта мысль обречена на смерть. То есть, вот так все эти склонности, эти позывы обсуждать, рационализировать, размусоливать, как-то обдумывать, они все будут замечаться, и тут же рушатся. Ну, вот, допустим, представим, что отсюда вот она, эта склонность приходит. И вот она поднимается, и по пути исчезает. Она не выходит наружу. Как дракон. У него газ, у него там бензин заканчивается. И он уже не может, как это будет, плевать огнем. Дракон еще как бы пытается по привычке взрыгнуть огонь. Но не может. Пытается. Но не может. И вот именно так оно начнет ослабевать, оно перестанет воплощаться. И в этом нет практики. И в этом нет практики. И в этом нет делания. Забудь выбрось все практики, потому что они не помогут. Потому что практика от ума. Практика совершается умом, а ум не может разрушить сам себя. Это невозможно. Идея может разрушиться только за счет осознания этой идеи. У тебя идея, что если ты будешь практиковать, то идея исчезнет. Но идея не может выпихнуть саму себя. Идея не может устранить саму себя. То есть если тебе все-таки хочется какое-то свободное время уделять тому, чтобы заниматься вот этим наблюдением идей, пожалуйста, но только не делайте из этого ритуал. Не превращайте в это вот сейчас буду наблюдать. Не сидите в медитационном месте, и не нужно помещать себя в какое-то спокойное место для медитации. Лучше быть где-то на людях, то есть пойти в кафе, заказать себе чашку кофе. И осознавая происходящее снаружи, и также осознавая происходящее внутри какие-то энергии, вибрации, реакции. Just see who is conscious. At the same time you are conscious of all that. Одновременно держи в поле зрения того, кто осознает. То есть есть осознавание осознающего и всего происходящего. And there is your peace. И вот в этом покой. And you are that peace. Ты являешься этим покоем. And even if something of pleasantness in the body, a terrible nightmare is in your mind, you are going to be in peace. И даже если вдруг начнет что-то больное происходить с телом и какой-то монстр появится в уме, ты сама будешь оставаться в совершенном покое. And you realize, you will realize more and more that this peace is not going, this peace is not coming, is ever present. и ты все больше и больше понимаешь, что этот покой никогда никуда не уходит, он всегда есть. That this silence is not touched by noise. And this is my true nature, this is my reality, this is what I am in essence. I am not affected or touched by anything that is happening. И вот эта тишина, этот покой есть моя суть, моя истинная реальность, моя настоящая природа. Я по сути никогда не затронут происходящим, происходящее никогда не происходит со мной. Я понимаю, но все равно у меня столько противоречий. Вот он говорит, что ничего не надо делать, что все легко, а вот даже это осознавание того, кто осознает, это тоже, это ну как, ну не легко, скажем. Он же сказал, только потеряете бдительность, все, приплыли, да, там опять есть. There are so many contradictions. Now I am listening to you and you are saying that I shouldn't do anything, but for me in this to be aware of the one who are aware still there is a doing and you are saying that it is easy, but for me it is not easy. You exist. It is very otherwise it is very easy to sleep again into all this happening, into all these thoughts. It's okay. But if you обратно туда вовлекаешься, ничего страшного. That's what I am trying to say. There is no magic formula here. And I am trying to say, there is no magic formula here. Only Raman Maharshi or few people like that, that they wake up and that's it, they never fall back into ignorance. Only Raman Maharshi or a few people and that's it. it's happening. One in a billion. That's very rare. All of us go through our inner now, inner now, inner now. All of us go through our through our inner now, Okay, okay. and that's it, and so on, I am all this. Yes, well, I don't want to save you. Yes, but I don't want to. But if I understand, how to live with you? I mean, I just like it. And you get to have to see what I mean. It's like, You can see, and you can see You can see How to work? How to do that? I don't know. I don't understand what your mind is. I don't understand. It's like, Because it's like you just become a believer. It's like a believer. как быть адекватной в понимании обычного мира. Жизнь происходит и так сама по себе, несмотря на всю эту чушь в голове. Я могу готовить обед, и вместе с тем у меня тут будет совершенно бардак. На самом деле это приготовление обеда происходит само по себе. И единственное, что делает этот бардак в голове, он тебе мешает осознать этот факт, а это уже факт, оно происходит. А этот бардак, эту мешанину в голове, ее можно... It can only disappear if it is... if it expresses itself. этот бардак может исчезнуть только если он выразится, то есть если он, допустим, проговорится. И вот в этом твоя проблема. Ты думаешь о том, о чем ты думаешь. Ты размышляешь о своих же мыслях. О, my God! And they just think about what you think. So you are not seeing. You are doing something about what you see. That is the trap. Now like you'd like to do so much, when the soul comes and try to get rid of them, try to keep them and see what happens. Ну, если тебе так нравится что-то делать, я тебе другое скажу. Вместо того, чтобы избавиться от мысли, когда тебя следующая мысль посетит, попробуй ее удержать. They will disappear. Try to catch your thoughts. Try. Попробуй словить мысль за хвост. And before you raise your hand, it will no longer be there. еще до того, как ты поднимешь руку, мысль исчезнет. Сука, она убегает. That's the problem. That's your trap. That is a spirituality. Вот на это ты ловишься. Вот духовность такая. That is a spirituality. That's religion. You're sinners, get out of here. You see? Me and you. I and you. You see? That's religious. That's a conflict. Конфликт. Let them be. Допусти эти мысли. Позволим быть. They are your thoughts. They are nothing. Whether they are beautiful or ugly, they are nothing. Красивые эти мысли или некрасивые, все равно мысль остается мыслью. Whether they are conditioned or unconditional, they mean absolutely nothing. Обусловленная мысль или необусловленная, она все равно ничего не значит. They are your thoughts. When you start realizing the illusoriness of them, then you will laugh at them. Вот тогда ты начинаешь смеяться над мыслями. How to realize? I want so much to disincerify these thoughts. That's your problem. I want something. I want something. Ну, вот это я хочу и есть проблема. Вот это как понять? Because you see them and why see them? I want to disidentify myself with them. Потому что у тебя, получается, ты уже видишь свои мысли, но тут же говоришь, не хочу с ними отождествляться. You are not seeing them. Но это значит, ты не видишь их. You are seeing them, but you are trying to disidentify something different, which is trying to disidentify yourself with them. Вместо того, чтобы просто смотреть на мысли, ты пытаешься от них избавиться. Ты пытаешься убрать отождествление с ними. And you will know that you are not them. Но, видя их по-настоящему, будет сразу же понимание, что я — это не мысли. I see you. Вот я тебя вижу. I am not you. То есть я — это не ты. Ты сможешь понимать мои слова because your spiritual knowledge is between you, between I and I. Ты сейчас не понимаешь мои слова только потому, что между нами поднимаются все твои духовные знания. So now you have to throw all this rubbish away, all what you learned from gurus and books, you have to throw it away. Unfortunately, you won't get your money back. Но, к сожалению, никто не вернет тебе деньги. Я согласна на лоботомию мозга, чтобы только это все убрать. Okay. So my suggestion is there is a desk there and there is a whole bunch of DVDs or if you don't want to buy them, you... Sorry, guys, if you don't want to buy them, I'm sorry, I'm going to say this, you can watch them on YouTube. And if you don't want to buy them, if you don't want to buy them, if you don't want to buy them, Basically, Russia basically took the monopoly of Caesar. All what is there is in Russia. because Russia already made this monopoly on Caesar. Everything that is posted on the video, it is like or otherwise on some of the Russian sites is available. You can even even buy them. The only thing, that will help you is to listen or to read this again and again and again and again and again and again and again. So the only thing, that will help you, is to listen or to read this again and again and again, and again, I cannot do it anymore. I am so tired. If you look at that thought, look at that thought, I am so tired. I am so tired. I am so tired. Извините, у нас есть только 10 минут, чтобы попрощаться, потому что в 9.15 Цезарю нужно уезжать, чтобы не опоздать на поезд. Надеемся на ваше понимание. Это Новосибирск, но это не для Ольги. Я уже дала для Ольги, я дала ее. Дай ее. Дай ее. Мы напоминаем вас, что сегодня, как и всегда, вы можете приобрести видеозаписи сатсангов, оставить свои контакты на листках, если хотите, чтобы вам сообщили о приезде Цезара в следующий раз. И если у вас есть желание и возможность финансово поддержать то, что сатсанг случается, то, что встреча с Цезарем происходит, мы будем вам очень рады, поскольку Цезарь все это совершает исключительно за счет денег, которые мы собираем вот таким вот образом. Спасибо вам большое.